Три, два, один, пол! Сурасаши! Часы обратного отсчета помимо Сочи в этот день были запущены еще в 10 городах России, где в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Это событие своего рода стартовая отметка для футболистов, болельщиков и, конечно, строителей стадионов. Для нас это огромное событие с точки зрения и строительства стадионов, и просто показать всему миру, что мы хотим провести чемпионат и проведем. Самое главное, как бы витает в воздухе вопрос, а будет ли у нас чемпионат? Ребят, не сомневаюсь в том, что будет. Сочинский стадион «Фишт», который примет матчи чемпионата мира по футболу, а перед этим Кубок конфедерации, на данный момент готов на 98%. Открытие арены намечено на февраль. Самое главное, что Сочи готов принимать игры в любой момент абсолютно. А вот стадион «Фиштен» на 98% на сегодняшний день готов уже к приему и проведению Кубка конфедерации. Осталось некоторое провести пусконаладочные работы. Строительная часть полностью завершена. К слову, на реконструкцию сочинской арены было потрачено из федерального и краевого бюджетов 3,8 млрд рублей. Но помимо строительных задач перед играми предстоит решить еще организационные. Действовать принимающая сторона будет по уже отработанной олимпийской схеме. Мы понимаем, что Кубок конфедерации будет проходить, будем говорить, летом. А в это время очень много гостей. И поэтому нам вместе с правоохранительными органами нужно очень серьезно заняться вопросами организации дорожного движения, чтобы не было пробок, организации безопасности в городе. Но это все прописано, это все профинансировано, это все по нашим процедурам отработано. Что до болельщиков, то они накануне Кубка конфедерации чемпионата мира по футболу озабочены совершенно другим. Где болеть за наших, как купить билеты, с этим, в общем-то, проблем никаких. Но главное, возьмется ли за ум российская сборная на отметке 500. Все мысли только о победе. Мы всегда верим в нашу победу и вообще в наших. Россия победит.